Дайверский турбион, часы в честь глубоководного погружения в долине смерти, самые серые батискафы и другие модели Blunt Pa 50 Fathoms. Дайверские часы – самая спорная тема в часах. Одни говорят, что они не нужны, что большинство из нас редко погружается глубже собственной ванны. Другие охотно покупают. Потому что дайверские часы неизменно привлекают свою историю надежностью и дизайном. В конце концов, часы – это же не только про время. Сегодня я расскажу о самых новых и интересных дайверах от компании, которая считается основателем этой категории часов. В том числе, о трех особенностях, про которые сама компания в своих материалах почему-то не упоминает. И расскажу, почему в наших роликах мы не называем часы лучшими. А еще вместе с оператором постараемся показать их так, как вы их больше нигде не увидите. Кстати, если нравится съемка, подпишитесь. Друзья, здравствуйте. С вами Вячеслав Медведев и самые новые модели Blancpah 50Fatoms. Спасибо московскому бутику Tourbillon мы познакомились с несколькими примерами. В том числе, принципиально новыми. И я расскажу про каждую из них. Но поскольку часы в наше время – это еще и история, символы, обойтись без краткого упоминания истории 50Fatoms я не смогу. 50Fatoms появились в 1953-м в результате сотрудничества французских военных в лице Роберта Молубье и тогдашнего руководителя Blancpah Жан-Жака Фиктора. Военным был необходим надежный прибор для подводных диверсий. А Фиктор сам был дайвером и тоже понимал важность часов. В одном из погружений он потерял контроль за временем и чуть не лишился жизни. Поэтому, когда военные показали ему свой список требований, нашли единомышленника. А список был прост. Чтобы было видно время под водой, чтобы можно было замерять длительность погружения, устойчивость к ударам и магнитным полям. Первые версии достались заказчику, то есть военным. А вскоре часы попали и в каталоги магазинов, которые продавали оборудование для ныряльщиков. 50Fatoms прославились поставками в армии многих стран – США, Германия. Но военный – клиент невыгодный. В итоге в 60-х производство модели было остановлено. В той истории было много неожиданных поворотов. У нас на канале есть отдельный ролик про это. Посмотрите. Модель 50Fatoms вернулась в коллекцию уже в наше время. И снова, во многом благодаря дайверу – Марку Хайеку. Сегодня я расскажу о 8 моделях 50Fatoms. Одна из них настолько нова, что на момент съемки в бланпе еще даже не успели сочинить на нее пресс-релиз. Информация про новинки батискафа и запатентованный титановый браслет пробегала в сети. Но в Россию часы пришли буквально пару недель назад. Еще три модели в продаже давно. Но не показать их на нашей съемке было бы преступлением. Если интересно, ставьте лайк и поехали. Классический бланп по 50Fatoms – это трехстрелочные часы, в верхней части которых расположен логотип и надпись 50Fatoms. И у нас будет несколько не просто новинок, а настоящих сюрпризов в этой категории. Но начну с самых необычных часов в коллекции. Во-первых, самых сложных. А во-вторых, единственных часов, у которых логотип находится не на своем месте. Это бланп по 50Fatoms 8 Days Turbillon. Ни сама модель, ни механизм бланп по 25А не являются новинкой. Но часы интересны тем, что это не просто турбион, а турбион с 300-метровой водонепроницаемостью. Название 50Fatoms происходит от английской единицы измерения. 50 сажений – это около 90 метров. Такая глубина считалась пределом для ныряльщиков того времени. На циферблате нашей модели мы видим две цифры. 300 в метрах и еще более круглая – 1000 футов. Правда, надпись переехала на левую сторону циферблата, а логотип – на правую. Потому что центральное место заняло окно турбиона. За его работой можно наблюдать бесконечно. Симметрично ему расположился индикатор запаса хода в стиле автомобильного тахометра. Только красный сектор в начале, а не в конце шкалы. Там цифра – 8 дней. И я обещал рассказать о трех особенностях часов, о которых молчит сайт компании. Вот первое. В описании механизма калибра 25А нигде не сказано, что это автоподзавод. Даже фото механизма приведено со снятым сектором. Как он выглядит на самом деле, можно увидеть на нашей съемке. Мне нравится. Если вам тоже, ставьте лайк. При огромном запасе хода, наличие турбиона и автоподзавода, корпус почти стандартен для 50Fatoms. Диаметр 45 мм и чуть тоньше ряда моделей, которые мы сегодня еще увидим – 14,7 мм. Цена часов 10 миллионов 823 тысячи рублей. Корпус и застежка бабочка выполнены из золота. Рант – нет, не керамика. Бланпас сделали его из сапфира. Вставка имеет выпуклую форму, в стиле 50Fatoms. В чем фишка – расскажу через пару минут. Равно как и про особенности ремешка. Сочетание турбиона и спортивных часов – это экстра, как и характеристики. Но я обещал двигаться к вещам более привычным. Вторая и по порядку, и по цене модель нашего обзора – хронограф с функцией Flyback. Тоже в золотом корпусе. И тоже с 300-метровой водонепроницаемостью. 2 миллиона 734 тысячи рублей. Почти тот же полированный корпус из розового золота. Куполообразное сапфировое стекло. Рант из сапфира и суперлюминова. И те же 300 метров. Почти. Потому что чуть выше – 15,5 мм. И задняя крышка тоже из золота. Увеличить размер пришлось для того, чтобы разместить внутри специальный кожух. Защищающий механизм от магнитных полей. Для дайверских часов это необходимость. За работу стрелок здесь отвечает калибр Бланпа F-185. Это Flyback версия хронографа 1185. Который построен на знаменитом тонком калибре 1180. Модульный хронограф. Но с высокой степенью интеграции. Функция Flyback означает, что вы можете использовать хронограф двумя способами. Верхняя кнопка запускает отсчет. И дальше можно остановить его верхней кнопкой и сбросить нижней. А можно сразу нажать нижнюю. Стрелки вернутся в исходное положение и тут же начнут новый отсчет. Частота баланса 21600 полуколебаний. Запас хода 40 часов. В механизме 308 деталей. В полтора раза больше, чем в турбийоне. Больше он и по высоте. Примерно на полмиллиметра. Во внешности я бы обратил внимание на винты в ушках. Именно так крепился ремешок у первых 50 Fatems. Это необходимо для надежности дайверских часов. А также на красный кончик секундной стрелки. И исполнение индексов. Суперлюминого в своеобразной золотой формочке. Ощущения от корпуса 50 Fatems двоякие. 45 мм немало. И часы, скажем так, заметны на моем небольшом запястье. А с учетом золота весомы. При этом ощущения чего-то огромного, громоздкого на удивление нет. Крупный размер это историческая данность для 50 Fatems. И хотя сегодня диаметр 45 мм не выглядит чем-то слишком уж огромным. В сочетании с полированным и особенно золотым корпусом многим он кажется излишним. Если хотите чего-то более спокойного, присмотритесь. Возможно вот эти часы сделаны для вас. Вот мы и подошли к новинкам. И не только в дизайне. Если 50 Fatems в золотых корпусах чем-то напомнили мне парадную офицерскую форму. То этот титановый полевую. На которой ничего не блестит. И даже знаки различия различимы только ну очень вблизи. Так и здесь. Размеры и формы один в один с хронографом. Водонепроницаемость тоже 300 метров. Но впечатление полностью другое. И цена. Ровно в половину от хронографа. Миллион четыреста тысяч. Скромняга. В том числе со стороны задней крышки. Кстати, знаете из чего сделан вот этот незаметный серенький сектор автоподзавода? Из 18 каратного золота. Внутри часов работает калибр 13-15. Запас хода 120 часов. Или 5 дней. Полная антимагнитность. О других подробностях расскажу чуть позже. В этой модели главным отличительным элементом стал браслет. Тоже титановый. Матовый. Полевой. С новой для бланпа формой звеньев. И вы обратили внимание, что торцы звеньев абсолютно гладкие. На них нет традиционных штифтов или винтиков. Как же он укорачивается? Секрет с внутренней стороны браслета. Отвинчиваются вот эти элементы, что соединяют звенья. Это решение запатентовано. Браслет очень хорошо обработан и комфортно лежит на руке. И хотя часы не маленькие, благодаря титану они невероятно легкие и теплые на ощупь. Впервые титан в часах бланпа появился в начале 60-х, когда для американских саперов сделали спецсерию немагнитящихся Мил Спец 2. В них корпус был сделан из немагнитного низельбера, а задняя крышка из титана. Новый титановый браслет был анонсирован в прошлом году, но в Россию часы приехали только сейчас. Кроме версии с синим циферблатом, есть черный. Кстати, циферблат это то, чем фифтифатом сможет гордиться помимо истории. Я обещал рассказать, почему в наших роликах мы не называем часы лучшими, как это делают другие каналы. Думаю, глядя на эти часы, вы все уже поняли. Просто через нас проходят часы разные. И хорошие, и такие, как эти. Очень хорошие. Одними восторгаться не получается, но есть какие-то интересные элементы, на которые я и обращаю ваше внимание. А среди других сложно назвать одного самого лучшего. Эти фифтифатом с их полевым исполнением хороши. Надеюсь, вы все видите сами. Если нравятся часы или съемка, ставьте лайк. А то оператор на меня обидится. И прежде чем перейти к самой интересной части рассказа про линейку батискав, на минутку остановимся на женских фифтифатом. Тем более, что одна из моделей полностью ломает наше представление о коллекции. И не только размером корпуса. Не спешите перепрыгивать на мужские часы. Я расскажу про некоторые особенности исполнения фифтифатом. К тому же, синий заслуживает того, чтобы вы их рассмотрели поближе. На этих кадрах мы хотели показать разницу между фифтифатом с обычным флайбэк-хронографом и двумя женскими часами. Белые имеют точно такой же размер, 45 мм. А правые, синие, абсолютная новинка. Итак, особенности исполнения. Я уже говорил, что рант в часах фифтифатом сапфировый. Сделать плоское кольцо из сапфира в целом не очень сложно. Из керамики тем более. Выпуклые из керамики тоже. Нужно сделать лишь форму, в которой будет спекаться порошок. А вот чтобы сделать сапфировое кольцо выпуклым, придется вытачивать и полировать его до нужного профиля. А после готовить полости для светонакопителя. Он здесь залит внутрь ранта. Учитывая твердость сапфира, задача не на 5 минут. Размер этих часов 45 мм. Формально от мужских они отличаются только элегантной застежкой и перламутровым циферблатом. Но восприятие другое. Интересно, к какому сезону можно отнести эти часы? Лету? Глубая гладь моря, перламутр? Или зиме? Снег и искрящийся лед? И давайте перевернем. Помимо упоминания о 300-метровой водонепроницаемости, мы увидим тот же калибр 13-15, что и в титановой новинке. Только сектор автоподзавода будет выполнен иначе. Он напоминает ракушку. Все же часы про лето. И вторая из трех обещанных, недокументированных особенностей часов 50 Fatoms. Ремешки. На сайте написано, что они парусиновые. Не верьте. Вверху действительно какая-то особая ткань. А нижний слой или каучуб, или кожа. Что именно, я так и не понял. Но очень приятно и верю, что долговечно. И теперь суперновинка. Знаю, что многие смотрят наши видео на телефоне. Очень рекомендую следующий кусок пересмотреть на большом мониторе. В идеале в 4К. Возможно, сейчас эта модель уже появилась на сайте. Но на момент съемки не было даже пресс-релиза. Так что вы введите эти часы первыми. Помимо размера 45 мм, у 50 Fatoms были часы 38 мм. Диаметр этих 40,5 мм. Толщина 12,3 мм. Такой размер появился впервые. Внутри калибр 1151P. Это развитие семейства калибров 1150. Различные модификации которого используются в Джеке Друо, Гарри Винстон и других ультралюксовых часах. У конкретного калибра баланс с частотой 3 Гц, кремниевая спираль, два барабана и запас хода в 100 часов. Полюбоваться отделкой механизма можно через заднюю крышку. Получается сочетание актуального размера корпуса, механизма с прекрасными характеристиками и финишингом и декора самих часов. Потому что подобного циферблата я еще не видел. Синий перламутр с черными прожилками. Особенно шикарно на этом фоне смотрится окно календаря с белыми цифрами на темно-синем фоне. Цифры 457 перевернуты для удобства считывания. Циферблат как море. Великолепно сделанные стрелки суперлюминовые. Мне тоже не носить эти часы. Но оторвать взгляд невозможно. Хочется буквально нырнуть туда. Однако пора к другим новинкам. Чисто мужским. В 50-х 50-х 50фатамс очень понравились военным. Но не очень обычным людям. Часы в 42 мм казались слишком большими на тот момент. И в 56-м была создана уменьшенная версия. Линейка батискаф. Сегодня именно на батискаф приходятся основные продажи линейки 50фатамс. И здесь же представлены самые интересные механизмы. Среди трех новинок батискафа, часы с которыми ныряли в пустыне Долина Смерти, интересное дизайнерское решение, а начну я опять с самых сложных. С флайбэк хронографа. Золото, титан и сталь мы с вами уже видели. Корпус этих часов с четкими гранями сделан из темно-серой керамики. Из нее же кнопки, головка и вставка ранта. Метки в ней заполнены Liquid Metal. Так что в отличие от обычных 50фатамс светиться в темноте будет только нулевая отметка. Про двуслойный ремешок я уже рассказывал. Правда забыл упомянуть, что от корпуса к пряжке он становится тоньше и мягче. От чего очень удобно сидит на руке. Модуль хронографа интегрированный. Использованы колонное колесо, вертикальное зацепление и 5-ти герцовый баланс. Это значит часы способны замерять интервалы с точностью в 1,1 секунды. При 5-ти герцовом балансе запас хода составляет 50 часов. Флайбэк означает, что замер можно остановить верхней кнопкой и сбросить нижней, а можно мгновенно перезапустить нажав нижнюю. Усилие на кнопках и четкость срабатывания выше похвал. Прекрасные характеристики достигнуты благодаря приличным габаритам механизма, почти 32 мм в диаметре и 6,6 в высоту, и кремниевой спирали. Она же позволила сделать крышку прозрачной. Магнитных полей кремния не боится. Ф-385 калибр верхнего ценового диапазона и отделка здесь на высоте. Посмотрите, как сделаны фаски мостов, отполированы винты. Из чего сделан черный сектор автоподзавода, догадались? Да, 18 карат. Главная особенность нашей модели – цветовое решение циферблата. Этот цвет назвали тропическим зеленым. Вот с этой характеристикой я не согласен. Скорее, лиственница. Напишите, что думаете вы. Но не суть. Тончайшие круговые линии около счетчиков. Кстати, они прорезаны в основной пластине циферблата. Тонкие-тонкие солнечные лучи вкупе с градиентом. Цвет циферблата очень точно передан на керамике Ранта. Мелочь, но фон календаря такой же. Цена – без 10 тысяч – 1,4 млн. Присмотритесь к индексам, печати и стрелкам. Особенно к секундной. Ничего не замечаете. Своими наблюдениями о третьей недокументированной особенности батискафа я поделюсь в конце. Следующая модель претендент названия самого незаметного 50 Fathoms. Полностью серый батискаф. Точнее не серый, а антрацитовый. Начнем с механизма. Калибр 13-15 сегодня нам уже встречался. Здесь все тоже по-шпионски скрытно. Даже если вы наденете часы задней крышкой наружу, вряд ли кто догадается вещь какого уровня перед ним. Все спокойно, ничего не кричит и не сверкает. Только владелец будет знать, что сектор автоподзавода сделан из золота. И только владелец будет знать, что неприметный серый цвет ему придает. Как вы думаете, что? Говорят, сплав на основе платины. Ну как назвать тех, кто придумал такое? Удовольствие быть неброским обойдется вам в 1 146 000 рублей. Если перевернем часы лицом, то продолжение тонкого декора увидим на циферблате. Солнечные лучи давно не редкость. А вот циферблат с подобным декором, множество тончайших параллельных линий, как сатинирование на корпусе, в Blancpap встречается впервые. Именно антрацитовый циферблат с ручной отделкой и стал главной особенностью модели. Особенно приятно он смотрит с сатинированным рантом и сатинированным корпусом из Титана класса 23. Это сплав на основе Титана класс 5. Он отличается особой биологической инертностью и прочностными характеристиками. Корпус батискафа 43 мм. Это меньше обычных 50-фатомс, а за счет дизайна он кажется еще чуть компактнее, за что и заслужил популярность. Корпус серого цвета скомбинирован с таким же многослойным ремешком. И на несколько секунд вернемся к механизму. В нем 227 деталей, против примерно 160 в обычном автоподзаводе. В том числе 3 барабана, которые обеспечивают запас хода в 5 дней. Кремниевая спираль, баланс регулируемой инерции из глюсидура, бериллиевые бронзы. Точность настраивается в 5 позициях. На мостах нет ручного англажа, но обратите внимание, в Blancpap не используют и женевские полосы. Здесь свой, очень тонкий и аккуратный декор. Не ведитесь на отсутствие блеска. Чем мельче декор, тем сложнее и дороже его нанести. По цветовому решению следующих часов было понятно, что они посвящены пустыне. Но как связаны дайверские часы и пустыня? Когда мне сказали, что они созданы в честь погружения в долине смерти в Неваде, у меня случился разрыв мозга. Пустыня и погружение. Что, кто-то нырял в песок, как страус? Тем более, откуда вода в долине смерти, в самом жарком месте на планете? Оказывается, там, в Неваде, расположена так называемая Нора Дьявола, заполненная водой подземная пещера, одно из самых загадочных мест на планете. Пещера живая. Ее стены отзываются на землетрясения и извержения чуть ли не по всей планете, из-за чего конфигурация постоянно меняется. Никто не знает ее глубины. 130 метров есть точно, но насколько больше, неизвестно. Погружаться там рисковали немногие. Возвращалось еще меньше. Одним из них был Эрнест Брукс, пионер подводной фотографии и участник проекта Edition Fifty Fathoms. В 1962 он обнаружил там один из видов рыб, дьявольского кропозубика, признанного одним из старейших на планете. 500 экземпляров батискафа посвящены этому погружению. О долине смерти говорит их рассветка. Градиентный песочно-бежевый циферблат с отделкой солнечные лучи и чуть более темный ранг, символизирующий камни. Похожие цвета использованы и в ремешке. По документам он из парусины. На самом деле двуслойный, как и у всех Fifty Fathoms. В отличие от двух прошлых моделей батискафа, здесь есть цифровые обозначения минут. Обратите внимание на черный фон окон календаря. Вместе с красными точками около оцифровки они передают ощущение тревоги. Корпус стиля батискаф выполнен из стали, плоскости сатинированы. Под стать корпусу застежка из строгих плоскостей. Водонепроницаемость 300 метров. Хотя неизвестно, сколько нужно для той пещеры. Запас хода 120 часов антимагнитность при прозрачной задней крышке. За эти характеристики и за точность отвечает калибр 13-15 DD. Это модификация 13-15 с календарем день-дата. Такая индикация – редкость в коллекции Fifty Fathoms. Хотя эта лимитка – изначально редкость. Как редкими являются люди, кому удавалось вернуться из норы дьявола. Конечно, Fifty Fathoms уже давно не часть наряжения для подводного спецназа. Это прежде всего символ статуса. Но какие бы часы Fifty Fathoms вы не взяли, от самых спокойных внешних до самых сложных, все они хранят ДНК самых первых дайверских часов в мире. Крупный корпус, контрастный циферблат, вращающийся ран с нулевой отметкой, антимагнитность и водонепроницаемость. Все это было у Fifty Fathoms образца 1953-го. И все это мы видим у сегодняшних часов. В том числе у моделей, которые вроде бы обязаны быть нежными, как хронографы и турбионы. А в современных версиях еще и механизмы с передовыми техническими решениями. И все это у самой старой часовой марки, история которой началась в 1735 году. И я обещал рассказать про третью недокументированную особенность Fifty Fathoms. Мы очень долго присматривались к секундной стрелке на батискафах. Пытались понять, что это? Искажение, которое вносит стекло? Или все же особенность секундной стрелки? Присмотритесь и вы. Спасибо оператору. На съемке можно заметить, что ее кончик не просто красный, он чуть-чуть загнут вниз. Понятно, что мелочь. Но из таких мелочей и состоят хорошие часы. Если хотите видеть такие мелочи, жмите на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Ведь впереди еще много интересного из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч!